Для тушения пожара в районе улиц Дачной и Сумской спасателям пришлось прибегнуть к использованию малой авиации. Учения с такой легендой прошли сегодня в Белгороде. Михаил Перетокин был в самой гуще событий и поделится впечатлениями. Между улицей Сумской и Дачной возгорание. Сигнал о возгорании получен, мобильная группа спасателей прибывает на место. Первым делом разведка обстановки и затем тушение огня. Сначала вход идет помпа с водой и пожарные рукава. Но этих усилий оказывается недостаточно. В ход идет специальный воздуходов под названием «Терминатор». Однако для борьбы с пламенем не хватает и этих ресурсов. К тому же, по легенде учений, очаг возгорания находится в труднодоступном месте. Поэтому спасатели вынуждены обратиться за помощью к малой авиации. Всего пара мгновений и самолеты Як-12 сбрасывают на очаг возгорания 500 литров воды. Пожар полностью ликвидирован. Несмотря на то, что реальной работы хватает, сейчас пожароопасный период в самом разгаре, пятый класс пожарной опасности. Но для отработки взаимодействия между различными службами, представителями различных организаций, слаженности действий, проводим периодически вот такие тренировки для того, чтобы при работе в реальных условиях не возникало никаких вопросов. Оперативно реагировать на любые происшествия, в том числе и пожары, помогает единая дежурная диспетчерская служба. Обнаружить очаг возгорания помогают 17 камер видеонаблюдения. В ликвидации последствий задействуют все силы. Пожарно-спасательные части, мобильные группы поисково-спасательных отрядов, руководство управ, представители отдела надзорной деятельности, сотрудников полиции и даже малую авиацию, как это было сегодня. Однако сами спасатели в очередной раз напоминают. Пожар легче предупредить, чем тушить. Чтобы этого избежать, нужно непосредственно руководителям или непосредственно, кто отвечает за данный участок земельный, убирать вовремя данную сухую растительность. Руководитель, который отвечает, он должен ее скашивать и непосредственно убирать. Вывозить, заключать договора, чтобы он вывозился как носор. В противном случае, если, не дай бог, она загорится, то будет отвечать руководитель или непосредственно собственник данного земельного участка. Напомним, зажигание сухой растительности вблизи жилого сектора предусмотрены штрафные санкции. Для обычных граждан до 3000 рублей, для должностных лиц до 15 тысяч, для юридических до 200. Сейчас в Белгороде действует пятый класс пожарной опасности, а значит сумма штрафа увеличивается вдвое. Михаил Перетокин, Андрей Андрика. К этому часу. Белгород.